Субтитры сделал DimaTorzok А, и проводится у вас? Да, вот сейчас через пару минут он снова начнет, он готовит сет и угощает, рассказывает, как готовит, отвечает на вопросы, которые интересуют. Давай зайдем, 10 минут ни к чему не обязывают, а это вы приглашаете людей, да? Спасибо. Пошли пройдемся, глянем мастер-шеф. Эльдорадо, мастер-шеф. Шефы вытворяют, да? Видишь, молодцы, Эльдорадо. С мастер-шефом взаимодействуют, да? Раздают автографы они, да? Это знаменитые люди, да? Ну, Ваня, да. Ваня, да? Да. А чем он знаменит? Ну, он победил, у нас победитель. Победил, это победитель? Да. Да? Вот, видишь, мы же не смотрим, оказывается, тут не просто шефы, а знаменитые шефы. Молодцы. Молодцы. Это уже закончилось у вас? Нет, еще Ваня сейчас будет готовить вот судом, с которым будем поливать. И еще, наверное, где-то 2 или 3 порции делать. А, будут делать блинчики? Раздаю, да? Понятно. Спасибо вам за информацию. Молодцы. Так, ну что, мы давайте чуть-чуть поготовим, всех покормим опять? Давай. Ну, пусть. Давай посмотрим, как поготовят, покормят. Друзья, и снова приветствуем всех-всех-всех, кто сейчас с нами здесь, в магазине Альдората. У нас сегодня проходит мастер-класс от шеф-повара бренда Виркул. Победителя мастер-шеф-8. Иван Миланович, друзья, сегодня мы готовим креп-сюзет. Давай, тебе помогу. Креп-сюзет. Креп-сюзет с куантро и пармезановым кремом. Это у нас уже третий заход, сейчас отправляется в духовку. Мы сегодня наготовили уже целую гору десертов. И снова готовим следующую и будем всех вас угощать, дорогие друзья. Ну, а пока мы здесь. Сейчас Иван расскажет, что, собственно, сегодня у нас тут происходит, что готовится, как готовится, почему. Можно задавать вопросы, можно спрашивать про рецептуру блюда и про все, что можно и повесить себе в петлю. А, я забыл, что я из микрофона, да? Сейчас я включусь. Раз, огонь. Так, кто с нами сначала придется слушать рецепт третий раз? Потому что у нас подходят новые люди. Сегодня мы готовим такой себе классический французский десерт, который называется Креп-сюзет. По сути, это нам понятнее понимать, как блинчики, тушеные в апельсиновом сиропе, да? Близкий родственник нашего налистника, когда это все дело делается с творогом. В чем отличие Крепа от обычного блинчика? Отличие в тесте. В тесте, кроме яиц, добавляются желтки за счет этого, блинчик такого насыщенного желтого цвета. Плюс туда идет растопленное сливочное масло, без которого, в принципе, тяжело представить французскую кухню. Туда же идет достаточно большое для блинчика содержание сахара. То есть мы привыкли все это дело делать без сахара, добавлять потом сладкое варенье. Здесь изначально делается достаточно сладковатое тесто. И очень важно, чтобы молоко при приготовлении Крепа было достаточно жирным, не меньше 3,2%. Иногда молоко мешают со сливками, дабы достичь вот этой вот кремовой такой себе текстурки. Спасибо большое. Соответственно, вот именно это отличает Креп от обычного блинчика. А Креп Сюзет – это тот же блинчик, который протушивается в активном сиропе из апельсинового сока. И ликера Куантруа – это такой себе насыщенный апельсиновый ликер. Для чего мы его добавляем? Во-первых, это концентрат апельсина. Мы его провариваем и выпариваем полностью алкоголь, оставляя только вкусовую составляющую этого ликера. Соответственно, это все можно детям, не переживайте. Так готовят во французских школах. Алкоголь очень сильно используется во французской кухне. Но за счет технологии приготовления никакого алкоголя в конце там не остается. Что придает конкретно ликер? Он придает терпкость и насыщенный апельсиновый вкус. Чем можно заменить? Можно взять, во-первых, у нас здесь есть листики с полным-полным рецептом. Это все дело можно взять, там все расписано из того, что мы готовим. Можно взять просто в три раза больше апельсинового сока и упарить в три раза. Таким образом вы получите концентрат апельсинового сока. И в принципе надобности в Куантру не будет. Но, опять же, классический крем Сюзет готовится именно с ними. Рецепт непосредственно теста и сиропа. Это прям французская классика из учебной программы Ликордов Блю. Это рецепт, который живет во Франции уже лет 20, зато и больше. Неизменный с тех пор. А вот крем пармезановый, который я подаю к этому всему делу, это моя такая авторская находка. Это, по сути, заварной крем с пармезаном. Он придает некоторую легкую-легкую нотку солености сладкому десерту, что мне очень нравится в принципе. Ну, вот это такая моя какая-то находка. Полный рецепт у вас есть. Крем мы только что готовили. Сейчас у нас заканчивается сироп, поэтому я сейчас демонстрационно приготовлю сироп. Вообще, по классике, крем Сюзет готовится на сковородке, наливается сиропчик, и прямо в нем вымачивается блинчик, и дальше жарится в сковородке. В силу того, что нас много, мы этот процесс заменяем духовкой. Плюс наша духовка Вирпула оснащена функцией Фуку, которая разделяет поток воздуха равномерно на 4 уровня. Соответственно, я могу одновременно готовить 4 подноса, будет равномерно все разделяться. Могу готовить одновременно рыбу, мясо и десерт. Запахи не мешаются. Поэтому первый поднос у нас уже стоит. Мы через минуток 10-12 сможем всех покормить, а я буду делать заготовку для второго. У меня есть заготовленный фреш апельсина, просто выдавленный сок и фреш лимона. Так, пропорция у вас есть. Я положу себе, чтобы не забыть. Друзья, да, кто недавно с нами, на краешке стола есть буклетики, в которых все рецепты, в которых все рецепты, точнее, сегодняшний рецепт написан, все ингредиенты, технологии приготовления, для того, чтобы вы могли попробовать, повторить этот рецепт дома. Я уверен, что у вас получится, если вы внимательно будете сегодня слушать и смотреть, как делает Тайва. То есть, по сути, учитывая, что я делаю большую порцию, я сейчас вот эту всю громовку просто умножаю на 5 и буду делать большую порцию, чтобы мы смогли покормить всех и сразу. Моя задача, опять же, выварить алкоголь. Поэтому я буду замешивать просто все ингредиенты, которые входят в сиропу. Что здесь отличительного? В сироп входит достаточно большое количество сливочного масла, что, опять же, типично для французской кухни. Дома это все дело можно балансировать для себя. Я готовлю прям вот классический, аутентичный рецепт. Можно немножко уменьшать содержание масла, если хочется. Плюс, как правило, классический крем Сюзет готовится только на апельсиновом соке. Я добавляю лимон, чтобы это было кислее, потому что у меня есть сладкий пармезановый крем. То есть, я немножко балансирую те ингредиенты, которые ввожу во всю эту историю. Куантрук. Куантрук. Сахар. И прям туда же сразу нарезаем сливочное масло. И в таком виде это будет выпариваться и томиться, ну, наверное, минуток 10, чтобы полностью вышел алкоголь. И это было похоже, опять же, на сироп по текстуре. Так, сливочное масло где-то у меня тут водилось. Учитывая, что я делаю на 5 порций, мне понадобится 500 грамм. Я думаю, что это как раз эта пачка и есть. Сейчас будем смотреть. Состоит из уксуса, вина и масла. Из этих трех ингредиентов можно приготовить добрую часть французской кухни. Сугубо потому, что они любят вот этот масленичный привкус. Но это не значит, что французская еда супер жирная. Они используют сливочное масло с высоким содержанием молочной кислоты, то бишь максимальная жирность, 82,5. Скажем, как у нас на рынке, у них есть 84. То есть, по сути, излишки масла потом при необходимости из блюда убираются. Но блюдо насыщается вот как раз таки вкусом вот этой молочной кислоты. Поэтому любое даже самое сильно жирное блюдо французской кухни, если просто потом промокнуть салфеткой, то это становится не таким жирным и насыщенным маслянистым вкусом. Рецепты с вином. От вина получается такая абсолютно уникальная кислинка после выпаривания. Вот на этом, в принципе, построена Франция. Плюс достаточно большое количество уксуса везде, винного, красного или белого. Это прям все проник. Соответственно, это просто такой достаточно простой и классический десерт, который можно приготовить дома и немного понимать, что такое французская кухня в целом. Так, все, ставлю это дело на максимум. Будем выпаривать. Так, как там наши блинчики? Так, ну еще минуток семь и сможем покормить. Так, пока у нас какие-то тут такие технические паузы. Я про рецепт рассказал, можно позадавать какие-то вопросы. Про рецепт, не про рецепт, про что хочется, на все поотвечаю. Про себя расскажите немножко. Конкретный вопрос задавайте, потому что я если начну рассказывать про себя, мы тут надолго. Ну как вы пришли к победе, расскажите. Как я пришел к победе? Случайно. Как это случайно? Случайности не бывает в нашей жизни. Нет, реально это было какое-то очень спонтанное решение моего похода на проект. Я как-то кидал достаточно хорошую работу, хороший образ жизни, хорошее все, и все крутили пальцем в виска. Но вот как-то вот вышло в то, что вышло. Поэтому я доволен, ничуть не жалею, но путь был непростой. Я, наверное, не был в себе так уверен, как были уверены многие зрители, которые искренне говорят о том, что победить должен был я, а я в какие-то моменты в это не верил. Вот видишь, а я в какие-то моменты очень сильно сомневался. Мне всегда казалось, что моих знаний в этой области недостаточно для того, чтобы. Но когда я оказался в проекте, за 4 месяца пришлось прокачать себя до такого состояния. Ну то есть по-другому просто не получалось. Ты либо учишь и делаешь, либо идешь домой. Соответственно, всегда был выбор, но домой не хотелось, потому что мне далеко лететь. А далеко это куда? Я жил на Бали, в Индонезии. С Индонезии? Четыре года последних, перед тем, как попасть в Украину, я жил там. Вообще из Беларуси, но так получилось, что я занимался интернет-маркетингом, работа такая, которая позволяет находиться где-то удаленно. Ну и вот так вот случилась страна, где все время лето, и мне там как-то было и неплохо. А теперь какие планы после победы? Ну, слава богу, уже сколько? Год, полтора прошло. Ну то есть я здесь, мне хорошо. Я когда менял... Опять же, все очень редко меня понимают, когда я говорю, что я кидал жизнь на Бали, и у всех какая-то такая красивая картинка. А если есть картинка, и ты не занят, и не реализуешься, нафига картинка? Да. То есть мне абсолютно сейчас кайфове здесь, я там себя так хорошо не чувствовал. И да, здесь, ну, чуть другая картинка вокруг, чуть больше серости и есть снег. Ну как бы, но при этом я настолько занят, что мне вот от этого кайфово, а не от того, что вокруг происходит. Да, та же ситуация у меня. Вот, поэтому как-то так получилось, что мне сейчас хорошо здесь, и никуда не собираюсь. Приятно слышать. Да, спасибо. А в твой ресторан? Что-что? В ресторанке. Ну вот мы запустили первый партнерский, это не чисто мой проект. Рыбную сеть мы немножко выводим на рынок. Открыли буквально несколько недель назад в тестовом режиме на Абалоне, Абалонский проспект 19, Смарт-клаза. Это первый такой маленький пробный ресторанчик, второй побольше открываем через полтора месяца. И как-то вот пока щупаю, смотрю, работаю с обучением, опять же, очень активно. То есть я прям погружен в мастер-классы. Много учеников? Ну, наверное, мастер-классов больше, чем учеников. Вот 90-100 я в этом году провел. Вот так хорошо. Да. То есть это такой трэш-формат, причем по всей стране, иногда за ее пределами, поэтому, да, все здорово. А кто больше всего вдохновляет вас из лучших участников-победителей мастер-шеф? А мы понимаешь как, мастер-шеф это такая большая семья, что мы, выходя оттуда, все дружим, общаемся. И с победителями конкретно мы же дважды встречались на съемках профессионалов, где мы вместе и готовились. И, соответственно, мы общаемся, дружим. Мне очень нравится в плане своих достижений, наверное, больше всех. Я бы выделил Лизу Глинскую, которая, я считаю, что просто великолепна в десертах. Это та девочка, которая после выигрыша еще смогла найти, заработать как-то 35 тысяч евро, чтобы вернуться в рекорд и закончить сильнейшую программу по десертам. На мой взгляд, в стране сейчас лучше специалистов по десертам нет. И все ее книги, это просто шедеврально. Она тратит на это очень много сил, и это очень видно. Поэтому вот она, мы с ней очень хорошо дружим, общаемся. С Олей Мартыновской дружим. У нее сейчас ресторан во Франции, когда я обучался в Ликордоне. Мы с ней очень много там проводили время и место. Она управляющая рестораном в Париже сейчас. Свет Шептулха работает со мной, и я ее забрал себе в ресторан. Вот так. Она у меня с Ушеф на новом ресторане, который откроется через месяц. Поэтому мы, короче, все вместе вот такой тусовка получим. Где будут открываться? Да, спасибо огромное. Территориально где будут открываться? Второй? Ривермол на левом берегу. Там прям большой-большой, там 400 метров ресторан. Депровская набережная. А вы говорили про мастер-шеф-профессионал, то есть он сейчас снимается, да? Начали съемки. А начали. А когда он выйдет? Вообще не знаю. Обычно после, ну то есть до нового года должны показывать девятый. А соответственно, когда выйдет кто-то вообще не знаю. Кто с девятого сезона? Что? За кем с девятого сезона наблюдает? Мне... Артем. Я половину не помню, из тех ребенка, которые вы называете. Ну то есть, когда ты понимаешь вот эту внутреннюю кухню, у тебя интерес к просмотру экрана немножко теряется. Поэтому я не настолько сейчас фанатично смотрю, как смотрел на своего участия. Не знаю, по своей искренности, по манере поведения, мне очень нравится Аннушка, которая вьетнанка. Вот просто потому что, да, она тормозит, да, она тупит местами, но она вот открытая, искренняя, настоящая. И это почему-то заставляет меня лично зацепиться за этого персонажа. Она не тупит, она творческий человек. Ну она как бы да, я понимаю, что у нее такой... Опять же, может еще потому что я жил в той среде, и я там себя чувствовал чужим. Ну вот так получается по менталитету. И мне иногда кажется, что вот она абсолютно те же эмоции испытывает здесь. Не знаю почему, но как бы вот как-то у меня к ней такие очень теплые отношения. Не знакомы, ни разу не виделись, но... За девятый сезон за что-то? Но кто победит, мы знаем, будем молчать. У нас все хорошо. Варится сиропчик, минуток 5-4 достаем трепы. А тем временем, друзья, да, у нас есть несколько подарков еще для зрителей от бренда Вирпул. И вот сразу парочку подарков готов отдать двум самым любопытным нашим зрителям из 3-го захода, 3-го сезона нашего сегодняшнего мастер-гласса. Вот молодой человек, это вам и вам тоже. Спасибо. Да, вы были активными. Друзья, можно давайте так, задавайте сейчас какой-нибудь классный, интересный такой вопрос Ивану, вот, чтобы он на него мог ответить, конечно. Наш ведущий просто начал расцеганивать фартуки, пользуйтесь моментом, пожалуйста, потому что... Да, мне просто... Они еще есть. Вот, они еще есть. Ты долго следила за матричем, я даже не знаю, что такое. Можно что-нибудь по блюду, может, по другому какому-то блюду, может быть, сейчас у вас есть уникальная возможность получить какой-то такой быстрый экспресс-мастер-класс. Лайфхак, да, такой лайфхак от Ивана Милановича. Ладно, подумайте, хорошо, подумайте, может быть... Лиза Глинская, она ас из десертов. Ее исполнение десертов, какое ваш любимый? Вы пробовали? Я пробовал, но я не скажу тебе, что именно. То есть мне, в принципе, нравится ее подход, потому что он аутентично французский, а вся основная база десертов мировая, это оно. То есть она прям вот, она скрупулезно... Ну вот, что пробовали с ее десертов, и что больше всего... Когда мы бились на битве сезонов, мы же стояли с ней вместе на десертах. Для меня это было странное решение, потому что, когда мы в кадре начали выяснять, кто с кем стоит, Лиза сразу крикала, этот, типа, со мной для десерта. А я, знаешь, такой молодой зеленый, еще не вышел в эфир тот выпуск, где я выиграл. Соответственно, я как бы тушуюсь немножко среди победителей, нормально же. Вот, и тут десерт не моя самая сильная сторона. И мне с ней очень понравилось работать, потому что... Ну вот, чтобы ты понимала, это не вышло в эфир, но мы стояли, делали десерты, мы стояли вдвоем. Она держала линейку, и мы спорили, у нас десерт будет 5 сантиметров или 6. Натурально вот в слюне спорили. Вот просто потому, что она вот настолько скрупулезна, потому что, как бы, вот для нее вот эта каждая мелочь, это мелочь. А поэтому получается потом картинка. Ну, типа, картинка, которую вот вылезли просто-то нельзя. А пармезан вывезли в яблево в шеф-правку? Можно заменить чем хочешь, потому что это база-заварной крем. Соответственно, пармезан я ввожу туда для ароматики и легкой соленой нотки. Не хочется этого, можно ввести любой ягодный сироп или выборенный сок, соответственно, он примет вкус того, что ты туда ввела. Соответственно, это просто, грубо говоря, десертный базовый крем, на котором что ввели внутрь, то и получилось. Хотите дальше пармезан, чуть-чуть пармезана, стал пармезановый крем. Хотите, не знаю, малиновый сироп, получился малиновый крем и так далее. То есть с этой базой можно играться как хочешь. О, замечательно, можно достроить. У нас еще греется сироп, мы еще сможем... А ты же все поделился. Так, давай, доставайте. Я достану, я достану. Я достану. Есть специальные сиропы? Ну, что мне лучше. Кстати, мне все хорошо. Все хорошо? Слушай, по-нау, вы что? Второе? Да. Я вот здесь вот, это готовое блюдо. Ой, они вот такие вот, да? Ну, они красивые красивые. Да, как они. А я придумал. Ну что ж, дальше начинается самое интересное. Да, у нас сейчас будет дегустация. Поэтому, друзья, все гости магазина «Альдорадо», кто по счастливой случайности сейчас оказался здесь рядышком, тоже могут продегустировать наш замечательный десерт. Креп Сизет с куантро и пармезановым кремом, который мы готовим сегодня здесь с шеф-поваром бренда «Вирпул», победителем «Мастер-шеф-8» Иваном Милановичем. Организаторы не будут возражать, если в YouTube попадет? Вы отметьте там всех просто «Ваню» кэштеги. А я уже давно не против. Да, «Вирпул» обязательно, мы готовим сегодня на технике «Вирпул». Меня можете тоже отметить, я тоже не против. Вот, и выкладывайте, конечно. Хорошо, спасибо большое за осознавательство. Вот, вот, грамотный подход к работе с ведущим, я считаю. Я считаю так же, и поэтому за грамотный подход вам важно. Люблю вот так вот, когда прямо человек говорит, вот так вот, давайте. Это не значит, что все сейчас скажут, дайте мне парфик, и я дам парфик. Нет, нет. Здесь эксклюзив тоже есть. Да, да, эксклюзив, конечно. Зато наш десерт «Крепсизэ» абсолютно для всех, абсолютно для всех доступен прямо сейчас. Это все тот же пармезановый крем, просто, чтобы мы сейчас не превращались в цех, мы что-то отготовили заранее, чтобы могли накормить всех-всех-всех. Стоять, давай. Да. Стоять, давай. Тот не остыл немножко, тот пускай... Тот не нужно, он еще не остыл, пускай постоит. Вот этот раздавайте. Давай вот терем. А там, по-моему, есть свеженький. Конечно, да. Стороночку поставь. Вот, держи эту, а эту я заберу. Оп. Что еще? Да. Что, можно, да? Друзья, пару минут буквально уже начинаем мы выдачу наших замечательных десертов. Поэтому подходим поближе, не стесняемся. Но, конечно же, в порядке очереди не толкаемся. На всех хватит, точно хватит. На всех, тем более у нас еще, скорее, еще одна порция у нас будет, да? Если вдруг... У нас, если не две. Сейчас будем смотреть, сколько у нас будет получаться. Одна точно. Микрогрин не обязательно, просто в данном случае это легкий элемент декора. В десертах используют микрогрин, но, опять же, не весь. Микрогрин у лука вряд ли пойдет в десерт, а вот подсолнечник замечательно. Мне надо брать... А? Не, за что, вилочки можно брать. Мне не надо. А чего? Ты уже не... А чего ты не хочешь попробовать? Я больше мясного люблю. Да. Сторонечка. Концер, а ты, стороночек. Там есть ты все из вилочки. Да. А ну, как впечатление, опишите, пожалуйста, произведение Вани. Вкусно. Это все ваши впечатления? Можно поподробнее. Нежные блинчики со сливочным вкусом. В этом апельсиновом сиропе, который придает сиропу. Очень вкусно. Прям тает в арку. Короче, французский все-таки из блинчика можно сделать. Французский десерт. Десерт очень хороший, да? Очень, очень нежно. Это даже не просто... Друзья, если вам посчастливилось прямо сейчас посетить магазин Эльдорадо, подходите к нам, не стесняйтесь, мы раздаем абсолютно бесплатно вкуснейшие французские крепы. Креп Сюзет с Куантро и с пармезановым кремом сегодня на мастер-классе. Целый день у нас практически у нас проходит мастер-класс от Ивана Милановича. Победителя Мастер-шеф 8. Бренд-шеф повара Брэнда Вирпул. А, и Сережа, Сережа Файный, на раздаче у нас сегодня тоже помог... Вместе, вместе с Ваней они готовили вдвоем эти прекрасные десерты. Обязательно попробуйте, вы точно не останетесь равнодушны. Пойду Ваню поблагодарю. Спасибо, Ваня, за ваше творчество и компанию Вирпул, которая поддерживает. Все, будете на ютубе, спасибо вам. Спасибо.